Почему не стоит утром активно заниматься сексом либо спортом в любом виде без правильной подготовки? Ну здоровый мужчина, как и здоровая женщина, могут утром заниматься как любовью, так и спортом. Важно лишь правильно подготовиться к этой достаточно интенсивной нагрузке утром. Учитывая ваши индивидуальные особенности. О которых я расскажу в этом видео. Просмотрев которые до конца, вы узнаете. Очень вредные для мочеполовой системы факторы. Также вы узнаете, какие моменты важны для сохранения возможностей сердечно-сосудистой системы. Ну и как правильно подготовиться к утренним занятиям, чтобы жить лучше и дольше. Если вы знали, но не все, постепенно ваши возможности будут снижаться. И если вы не знали, как правильно проводить очищение своего организма, как правильно пить воду в течение дня, значительная часть токсинов в концентрированном виде будет выделяться через почки. В развитии у мужчин воспаление в виде хронического простатита. А у женщин цистит, либо у ретрит. И постепенно у женщин будет снижаться желание. А у мужчин не только желание, но и возможность заниматься любовью. И вам со временем останется заниматься утром только спортом. Или все же заняться системным очищением своего организма. Переложив груз ответственности за очищение организма с почек на печень. Когда рекомендуют добавлять в рацион только воду, типа просто пейте больше воды, шлакки и токсины в большем виде идут через почки. И мимо чего пузыря и простаты им никак не пройти. Это один из самых надежных способов проверить вашу простату на прочность. И перевести скрытый простатит в явный. А женщинам регулярно вызывать обострение цистита, либо у ретрита. Правда иногда советуют не просто пить воду, а настой лекарственных трав. В этих условиях уйти от цистита или простатита становится практически нереальным. Только мы еще большей степени усиливаем выделение шлаков и токсинов. Ослабленные почки будут на это реагировать. Вся мочеполовая система будет реагировать. Более того, если вы не фитотерапевт, вы не знаете, какие действующие вещества могут усиливать мочегонный эффект, а какие нет. Я бы не советовал вам так рисковать. Часть активных веществ лекарственных растений, выделяющихся через почки, раздражают их и усиливают образование мочи. Да, вы видите усиление мочеотделения, но не за счет того, что вы создали условия для оптимальной работы. Вы просто вынуждаете почки, выжимаете из них последние капли этой самой мочи. В этом случае попасть в явление почной недостаточности легко и просто. Со временем, не быстро. Это не внезапно. Хотя есть быстрые способы, когда заваривают шелуху лука с этой целью. Когда используют отвар или разные варианты из лаврового листа. Да, один-два листика лаврового листа на семью пятилитровой кастрюли вам не повредят. А если вы используете 5-10 листиков, а некоторые больше советуют, вероятность попасть на проблему с почками очень высока. Неослабленные почки нужно напрягать. А печени помогают. Это же так просто. Более мощный фильтр, который подлежит регенерации, почка не регенерирует. Единственный вариант регенерации, это пересадки почки, бэушной почки от донора. Все. Других вариантов восстановления работы почек нет в организме. Да, есть экстракорпоральные методы очищения крови, гемодиализм. На них тоже еще нужно уметь попасть. Если вы не знали, как обеспечить работу самой интенсивной работающей системы, сердечно-сосудистой. То есть, как правильно пить воду перед занятиями. Во время занятий спортом, либо тяжелым физическим трудом. Как правильно питаться при занятиях спортом. А такие видео также есть на моем канале. Я их периодически дописываю. Вам утром категорически нельзя заниматься ни спортом, ни сексом. В любом случае, достаточно защитная физическая нагрузка может поставить вашу сердечно-сосудистую систему на грань выживания. И часто ставит всего один раз. Поэтому вы должны знать один из самых простых индикаторов, указывающий, что ваш организм не готов к физическим нагрузкам. Это темные круги под глазами. А также веет осуществля дистония по гипотоническому типу. Или по кардиальному типу. В этих случаях, как правило, присутствует высокая вязкость крови. И ослабленная сердечно-сосудистая система уже работает в экономном режиме, в стрессовом, в аварийном режиме. И заставлять ее работать более интенсивно, мягко выражаясь, опасно для здоровья. Грубо выражаясь, опасно для вашей жизни. Поэтому важно знать, как правильно все-таки подготовиться к этой утренней физической активности. Как же правильно подготовиться к утренней физической активности? Нужно знать, в каком состоянии находится ваш организм. Условно бежать на прием к врачу не всегда нужно. Хотя, если вы подозреваете, что организм не сильно готов, все-таки сходить неплохо бы. Но один из индикаторов отсутствия ощущения усталости. Если вы проснулись самостоятельно, а не подняло чувство долга, будильник, либо привычка заниматься утром спортом, либо сексом, то это говорит о том, что организм за время ночного сна таки восстановился. Конечно, контрольная проверка взлят в зеркало. Если темные круги или синяки под глазами отсутствуют, ваш организм сегодня, в принципе, к на русском готов. Но! Не торопитесь! Нужно выполнить еще несколько обязательных действий. Вначале необходимо опорожнить мочевой пузырь, и после этого взвеситься. Разница между полученными цифрами и вашим весом перед сном, это потери воды за ночь, которые нужно обязательно компенсировать вскоре после сна. Обычно это 300-400 мл. Однако при повышенной потливости, одышке, либо храпе, ночью разница может быть и более существенной, а значит и степень опасности возрастает в такой же мере. Кстати, если у вас есть потери больше, чем 300-400 мл за ночь, задумайтесь! Во всей видимости, есть причина, возможно, о которой вы не знаете. А это очень важно! Она отражает ваш уровень здоровья. Чтобы вам легче было опорожнить кишечник, а восточная медицина настоятельно требует, чтобы это произошло именно с утра, перед рассветом и до завтрака, до любого вида активности, воду можно пить в прохладном виде. Причем первый стакан воды вы могли выпить сразу после пробуждения, еще находясь в постели. Если есть дискинезия желчного пузыря, какие-то проблемы с печенью, можно пить воду с медом. Мед усилит активность и печени, вы получите еще один дополнительный плюс. И только после самостоятельного поражения кишечника вам можно заниматься либо спортом, либо сексом по выбору. Если вы регулярно начинали день с физической активности, такие действия с утра лишь улучшат сам процесс. И вы сможете его выполнять дольше с наибольшей пользой для себя. Если же нет, тогда вам нужно предварительно проверить все-таки свой организм у кардиолога. Для бы сделать велоэргометрию или пройти тест Купера. Чтобы понимать, какой интенсивности физические нагрузки сегодня вам по силам. Что вам нужно делать после окончания физической нагрузки? Первый поход, безусловно, в душ. А после этого обязательно взвеситься еще раз. И вы узнаете, сколько воды своему организму вы еще задолжали. Вводить которую можно как в чистом виде, так и в виде коктейля молотого. Такое видео также есть на моем канале. И вы его можете просмотреть в любое удобное для вас время. Вот такая последовательность действий для абсолютно здорового человека сделает физическую нагрузку утром более безопасной. Правда в безопасной и в отдаленной перспективе такую утренний старт делает лишь здоровая печень. В которой после вчерашнего дня еще остались резервы для вашей физической активности с утра. Иначе перед нагрузкой лучше забросить в свой организм легкий завтрак. Они говорят не уверен, не обгоняй, не уверен в состоянии своей печени без проблем. Это может быть постный овощной супчик, овощной рагу, сочные фрукты и подобные им продукты. Некий такой аперитив перед физической нагрузкой сделает ее для вашего здоровья еще более полезной. Ведь с ним поступает и необходимая вам вода, и энергия в виде легко усваиваемых углеводов, и витамины, микроэлементы, другие полезные вещества. А если физическая нагрузка еще и вызовет после этого здоровый аппетит, после нее, вот только после нее в ваш организм должна впасть в более плотная еда. И что такое работа мышц? Это не только траты воды и энергии. Это еще и работа белков. Раз белки работают, значит они изнашиваются. А основных конкурентов в организме за белок два. Резерв депо белка это либо мышечная система, которая в данном случае работает с утра, либо иммунная система. Вот если, чем интенсивнее работает мышечная система, тем больше вам нужно давать белка, чтобы не вызвать иммунодефицит. Иначе вы играете против себя. Именно поэтому и до нагрузки может быть простенькая еда, которая легко усваивается, переваривается, но обязательно после. Иначе вы попадете на иммунодефицит. Занимаясь спортом, занимаясь здоровьем, ведя, по вашему мнению, здоровый образ жизни. Важно его обеспечить правильным, сбалансированным питанием. Чтобы узнать больше про правильное питание, вы можете посмотреть на моем канале видео «Консультация врача-диетолога онлайн». Где больше 40 минут на эту тему. Можете другие видео, их несколько сотен на канале есть. Без проблем. Можете заказать какие-то мои книги. Там тоже кое-что есть про правильное питание. А пока вы думаете, с кем из друзей, либо знакомых, поделиться полученной информацией, я это видео буду заканчивать с привычной для подписчиков моего канала фразой «Крепкого вам здоровья» и «Разумного к нему отношения». И подумаю, какое видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.